Братья-сёстры, всех приветствую! Мое желание сегодня вместе с вами снова обратиться к книге Второзакония, к части проповеди Моисея. И вместе с вами хотел бы прочитать короткий отрывок, несколько стихов из 4 главы книги Второзакония и несколько стихов из 5. Итак, 4 глава книги Второзакония. Мы прочитаем 44-45 стих, и затем мы продолжим наше чтение с начала 5 главы. Итак, Второзакония, 4 глава 44-45 стих. Вот закон, который предложил Моисей с нам Израилевым. Вот повеление, постановление и уставы, которые изрек Моисей сынам Израилевым по изшествии их из Египта. И теперь 5 глава. «И созвал Моисей весь Израиль и сказал им, «Слушай, Израиль, постановления и законы, которые я изреку сегодня в уши ваши, выучите их и старайтесь исполнять их». «Господь, Бог наш, поставил с нами завет на Хариве. Не с отцами нашими поставил Господь завет сей, но с нами, которые здесь сегодня все живы. Лицом к лицу говорил Господь с вами на горе и среды огня. Я же стоял между Господом и между вами в то время, дабы пересказывать вам слово Господа, ибо вы боялись огня и не восходили на гору». Он тогда сказал. Ну и дальше вот 5 глава – это перечисление 10 заповедей, которые народ услышал около горы Синай при исходе. Вы знаете, друзья, вот я думаю, вот нас с вами, христиан, некоторые слова, вот когда мы слышим их при чтении, немножко настораживают. Ну вот, к примеру, посмотрите снова 44 стих, вот какие у вас ощущения, друзья, когда вы слышите это слово. Вот закон, вот закон, да, который предложил Моисей сынам Израилем. Да, друзья, вот есть такие слова, которые, может, по каким-то причинам, вот создают для нас впечатление, что вот это не для нас. И вот само название книги, к примеру, «Второзаконие», да, ну вот кажется, что это не для нас, не для христиан Нового Завета. Ну почему? А потому что мы с вами вне закона и мы выше закона. Вот однако, друзья, иногда простого прочтения Слова Божьего, Библии, даже книги «Второзаконие» достаточно, чтобы понять, насколько похожи пути верующего человека Ветхого Завета и пути верующего человека Нового Завета. Ну давайте я напомню вам один библейский текст, который немножко или даже очень сильно сблизит нас с вами, с верующими Ветхого Завета. Послушайте, пожалуйста, вот одного человека, которому уж точно из Ветхого Завета можно доверять. Это пророк Исаия, друзья. Послушайте, что он сказал. Это 64 глава, 5 стих. «Ты милостиво встречал радующегося и делающего правду, поминающего тебя на путях твоих. Но вот ты прогневался». Теперь послушайте внимательно, друзья. «Потому что мы издавна грешили, и как же мы будем спасены?» «Мы издавна грешили, и как мы будем спасены?» Друзья, теперь вспомните текст из Нового Завета. «Все согрешили и лишены славы Божьей». Друзья, Ветхий Завет и Новый Завет, верующий человек Ветхого Завета, пророк Исаия, верующий человек Нового Завета, а апостол Павел, друзья. А понимание спасения одинаковое. Как мы будем спасены? Друзья, независимо от Заветов, Ветхий Завет или Новый Завет, понимание отношения между законом и благодатью не меняется. То есть Священное Писание последовательно утверждает, что никто не может совершить какое-то дело праведности или дела праведности достаточны для того, чтобы заслужить спасительную благосклонность Бога. Ну, конечно, и с другой стороны, друзья, как Ветхий Завет, так и Новый Завет, Бог милостиво открывает свои стандарты праведности. Бог милостиво открывает стандарты праведности, по которым его искуплен народ может жить, вот живя которыми, друзья, мы с вами можем быть уверенными в том, что Бог одобряет наш образ с вами жизни. То есть здесь нет никакого конфликта между законом и благодатью. Ну, между прочим, вот в книге Второзакония Моисей уже напомнил народу, что Писание, вот Слово Божие, которое они имели, это милостивый дар. Это милостивый дар от Бога. Помните, он говорит, ну, посмотрите вокруг, есть ли какой-то другой народ, у которого были бы такие справедливые законы и постановления. То есть он говорит людям, вот, которые слушали его, его проповеди, что у нас с вами есть дар. Великий-великий дар – это Божье Слово. То есть Слово, которое дает народу постоянно напоминание об избавлении Господа, которое напоминает о силе Господа, о его верности, друзья, и которое постоянно указывает этот путь, путь жизни и благословения для верующего человека. Вот, друзья, вот, читая книгу Второзакония, именно в такой роли Моисей выступает перед народом. А вы знаете, вот не один раз он повторяет следующие слова. «Слушай, Израиль, постановления и законы, которые я научаю вас исполнять». Вот кем он себя представлял, друзья. Вот в какую роль он выступал перед народом. Он очень хотел научить людей. А учить людей... То есть он стремился внушить вот своей аудитории вот какое-то особое понимание Бога. И пытался убедить людей упорядочить свою жизнь соответствующим образом. То есть, друзья, Моисей объяснял закон Господа, и поэтому он призывал их слушать его. То есть вот книга Второзакония, друзья, попробуйте, если вы читаете эту книгу, попробуйте прочитать не как закон, который провозглашает законодательство, а попробуйте прочитать ее именно как проповедь, которую говорит пастор. Я думаю, вы заметите, что это действительно проповедь, которую говорит пастор, обращается вот к своему народу. Ну, сегодня, друзья, мы с вами обратим внимание на то, что Моисей или книга Второзакония называет «десятословие». А вот, пожалуйста, это слово, оно встречается здесь, в книге Второзакония, 4 глава, 13 стих, именно слово «десятословие». Ну, «десятословие», друзья, это традиционное название заповедей, которые Бог написал на двух каменных скрижалях. То есть буквальный перевод. Вот если бы мы с вами читали книгу Второзакония на языке оригинала, мы бы с вами прочитали «десять слов». То есть в русском языке немножко похоже, «десятословие», некоторые английские переводы, они говорят, что это «деколог». То есть тоже вот греческий вариант, вот именно перевод «десять слов». Друзья, для израильского народа вот «десять слов», записанные на каменных скрижалях, представляли собой документ. То есть для израильского народа, друзья, это был документ, документ договора или документ завета. То есть это было официальное свидетельство того, что произошло около горы Синай, вот завет или договор между Богом и народом. И вот пятая глава книги Второзакония, друзья, это повторение «десяти заповедей». Почему повторение? Ну, потому что поменялось поколение слушателей Моисея. Вот то поколение, которое было около горы Синай, они все умерли, вы помните, друзья, и вот теперь перед Моисеем было следующее поколение, второе поколение людей, которые вышли из исхода. И для них было очень важно услышать вот эти вот «десять заповедей» именно от Моисея. Ну, посмотрите, вот если учитывать то, что Моисей передает «десять заповедей», друзья, вы знаете, вот его проповедь, она приобретает определенную структуру и определенный порядок. То есть вот «десять слов», да, «десять заповедей». И вот Моисей как бы говорит, вот посмотрите, вот братья-сестры, он проповедует, у нас есть десятословия, То есть у нас есть 10 заповедей. Документ, который подчеркивает основу отношений. То есть это основа всего. Вот наши 10 заповедей. Вот далее Моисей понимает, друзья, что из десятословия обязательно вытекает богословие. То есть обязательно, друзья, из десятословия вытекает богословие. В каком смысле? То есть учение о Боге. У нас есть десять заповедей, из которых мы что-то с вами узнаем о Боге, мы получаем учение о Боге. А из заповедей, друзья, и теперь вот знание о Боге, оно тоже, в свою очередь, требует, оно ожидает ответа, нашего ответа ожидает нашей реакции. И вот, в принципе, Моисей учит, вот заповеди Бога, вот какой у нас Бог, и вот теперь как мы с вами должны жить. Вот посмотрите, пятая глава, первый стих, вот цель обращения Моисея, выучите их и старайтесь их исполнять. Это его цель, то есть для чего он говорит, чтобы люди выучили их наизусть и старались их исполнять. Дальше, друзья, вот очень важно отметить, что речь идет не только о десяти заповедях. Вот еще раз посмотрите первый стих, постановление и законы. То есть Моисей говорит постановление и законы. И вот иногда, вот читая эту книгу, вот к этой паре слов добавляется еще одно слово «уставы». Уставы, постановление и законы. Итак, уставы, постановление и законы. Ну и получается, что десять заповедей, десятословия – это часть, ну, простите, такое слово, пакета. Это часть набора, который имеет следующее название. Уставы, постановление и законы. То есть вот эти вот три выражения, они представляют собой Божью волю вот в том виде, в каком она была явлена и открыта народу. Прежде всего, друзья, вот это вот открытие воли Божьей, оно было около горы Синай. И затем во время всего путешествия к земле обетованной Бог что-то добавлял к этому откровение. То есть вот это и есть то, что называется уставы, постановления и законы. Это все, что касалось моральной жизни, нравственной жизни человека, вот церемоний религиозных, гражданские предписания, друзья. То есть все, что Бог оставил в качестве надлежащего ответа на его спасение. То есть как привилегия отношений вот в этом договоре. Друзья, это самые-самые разные вопросы, которые касаются личной жизни человека, семейной жизни человека, социальные отношения и даже экономические отношения. То есть Моисей вот в книге «Второзаконие» объясняет, учит значение всего этого набора принципов. Ну и, друзья, вот так вот, поскольку это договор, друзья, да, и если 10 заповедей – это основной документ договора, послушайте, что получается. То есть получается, вот посмотрите, предложение Господа, давайте скажем 10 заповедей, вот на столе предложение Господа. А вот теперь, друзья, а сейчас оно должно быть принято. Оно должно быть принято теми людьми, которые слушают его. То есть они должны поставить свою подпись вот под этим договором. Вот что делает Моисей, он передает эти условия, условия договора, которые воплощены в десятословии, а также вот в постановлениях и законах. Еще на короткую деталь обращу ваше внимание, 4-5 стих. «Лицом к лицу говорил Господь с вами на горе и среды огня, а я стоял между Господом и между вами в то время, чтобы пересказывать вам слово Господа, потому что вы боялись огня и не восходили на гору». И он тогда сказал, то есть идет перечисление 10 заповедей. Друзья, вот посмотрите, вот Моисей показывает роли, которые играли соответствующие стороны. То есть когда Господь заключил завет со своим народом в Хариве или на Синае, с одной стороны, друзья, Моисей говорит, что Господь напрямую говорил народам из среды огня. Это 4 стих. Но с другой стороны, друзья, посмотрите, Моисей стоял между Господом и народом, чтобы объявлять им Божье слово. Итак, вот полученное откровение от Бога на Синае включало в себя два аспекта – прямую божественную речь и божественную речь через посредника. И вот читая эту пятую главу, друзья, если вам интересно, 22 стих, мы с вами узнаем, что, скорее всего, около горы Синай народ услышал от Бога только 10 слов. То есть напрямую от Бога люди услышали только десятословия, только заповеди. А вот остальное было передано от Бога народу через Моисей. Друзья, если подчеркнуть контекст того времени, того, что Бог говорил напрямую и говорил через посредника, если подчеркнуть контекст того времени, вы знаете, это нам покажет, чем отличался Бог Израиль от других богов других наций. Конечно, вот Господь отличался тем, что Он говорил. Это Бог, который говорил. И больше того, друзья, это был Бог, который говорил на понятном для людей языке. А иногда Он говорил напрямую, вот как люди слышали Его голос около горы Синай. Иногда Он говорил через посредника, друзья. Но всегда, в любом случае, Его откровение о себе было милостивым актом самораскрытия. То есть Бог хотел открыть Себя людям. Он хотел рассказать о Себе людям. Он открывал Себя для людей. Это был по-настоящему милостивый акт. В Хариве или на Синае Господь говорил через Моисея, своего посредника. Но Он также говорил непосредственно из среды огня. Между прочим, друзья, именно эти две формы общения повторяются в Евангелии от Иоанна. Ибо закон дан через Моисея, еще раз цитирую этот текст, друзья, благодать и истина произошли через Иисуса Христа. Еще раз скажу, друзья, что этот библейский текст, он не говорит о том, чем отличается закон от благодати. А непосредственность божественной речи, она достигает своей кульминации в воплощении. Потому что в Сыне, в Иисусе Христе, Бог лично вошел в наш мир и заговорил. В Иисусе Христе Бог заговорил вот с нами с невиданной ранее ясностью. И поэтому, друзья, Слово Божие не только было в начале, но Слово Божие стало плотью и обитало среди нас, полное благодати и истины. Мы в нем увидели славу Бога. Так передает нам именно апостол Иоанн. Ну а теперь немного о самом десятослове. Перечисление десяти заповедей, я уже сказал, друзья, встречается дважды в пяти книжьях, вообще в Священном Писании. Первый раз – это книга-исход, 20-я глава, мы это с вами хорошо помним. И вот второй раз – это именно здесь, это пятая глава книги «Второзаконие». А вот если сравнить эти два текста, эти два отрывка, то версия «Второзаконие» выглядит немножко длиннее. То есть что-то Моисей здесь добавляет. И знаете, что интересно, по стилю вот эта версия книги «Второзаконие» выглядит менее формально. То есть вполне возможно, что мы можем с вами из этого сделать, сказать, что Моисей вот читает заповеди по памяти. То есть они теперь у него в памяти. Написанные заповеди не хранятся в ковчеге. А вот здесь перед народом он проповедует, он цитирует их по памяти и добавляет вот какие-то короткие-короткие комментарии. А заповеди начинаются вот с такого исторического пролога. Посмотрите, шестой стих. «Я Господь, Бог Твой, Который вывел Тебя из земли египетской, из дома рабства». Я думаю, это очень важное вступление, друзья. То есть вот десять заповедей без этого вступления читать нельзя. Десять заповедей без этого вступления запоминать нельзя. Потому что, друзья, здесь основа. Основа всего, что с собой вообще представляют десять заповедей, друзья. Итак, что полагает основу документа? Получаем представление о Боге и коротко узнаем историю взаимоотношений между Богом и народом. Милостивым действием Бог спас народ от тех, кто держал его в рабстве. И мы здесь сразу подчеркиваем, почему это основа десять заповедей, друзья. Мы сразу подчеркиваем, что закону десять заповедям, друзья, предшествует Евангелие. Закону предшествует Евангелие. Закону предшествует благодать. Послушание воли Бога, друзья, представляет собой самый высший акт нашего с вами поклонения Богу. Если хотите узнать, что такое поклонение Богу, друзья, поклонение Богу – это послушание Божьей воли. И вот самый высший акт поклонения Богу, поклонение человека Богу, друзья, самая высшая благодарность Богу за спасение, которое он совершил, друзья, – это послушание Божественной воли. То есть вот что происходит, вот что закладывает вот это вот основание. Благоведение наше с вами действие послушания, друзья, – это ответ на милостивое откровение Бога о себе. Ну, а теперь сами десять слов или условия завета. Вот заповеди, вот знаете, вот они так поставлены, сформулированы как повеление от второго лица. То есть мы слушаем не Моисея, мы как бы слушаем Бога. То есть Моисея передает слова Бога. А заповеди передаются в абсолютной форме, они не зависят от местных или временных условий. А заповеди передаются в универсальной форме, они касаются всех. И заповеди передаются в постоянной форме, то есть они никогда не меняются. Не всегда, друзья, вот я думаю, есть одна ошибка, которую мы часто совершаем, думая о заповеди Господних, не всегда нужно торопиться толковать заповеди, как только свод законов. Не всегда нужно торопиться толковать заповеди, как только свод законов. Друзья, вот скорее всего, а вот десятословие, вот даже как документ, что он стремится сделать? Друзья, он стремится создать мировоззрение человека. Он стремится создать вот такое вот понимание мира, которое будет регулировать отношения между искупленными и искупителем. С одной стороны, друзья, и с другой стороны, между членами общины. То есть вот что стремится сделать десятословие, десять заповедей. Для чего они, друзья? Они должны создать в нас с вами мировоззрение, вот понимание мира, которое будут регулировать или устанавливать отношения между нами искупленными и между тем, кто нас с вами искупил. Однако вот существует определенный вопрос, как следует нумеровать эти слова. То есть есть ли их десять, какая первая, какая вторая и так далее. То есть как нумеровать заповеди Господня. Друзья, существует два варианта прочтения десяти заповедей. Есть вариант, к которому мы с вами очень-очень привыкли. Первая заповедь – это седьмой стих. «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Дальше идет вторая заповедь. «Не делай себе кумира и никакого изображения». И затем идут остальные восемь. Однако, друзья, как в книге «Исход» или не в книге «Исход», не в книге «Второзаконие» заповеди не пронумерованы. То есть ни в одном из текстов, ни в одном из отрывков нет номеров заповедей. И поэтому, друзья, вот как в иудейской, так и в христианской традиции заповедей десять. Но прочтение заповедей иногда отличается. Вот позвольте просто вот для ознакомления, хорошо? Для ознакомления предложить вам сегодня лютеранскую традицию прочтения десяти заповедей, хорошо? Я не думаю, что в этом будет что-то преступное, что-то ложное или еретическое, друзья. Это просто один из вариантов понимания библейского текста. И если я вот прочитаю, друзья, я сегодня именно об этом буду говорить именно с их стороны, попробую рассказать вам, друзья, а вы поймете, что оно имеет под собой какое-то основание, хорошо? То есть для ознакомления, друзья, позвольте прочитать вам или посчитать эти заповеди из лютеранской традиции. Первая заповедь, друзья, это пусть пятая глава будет перед вами, это седьмого до десятого стиха. То есть все это первая заповедь. «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Не делай себе кумира, никакого изображения того, что на небе вверху, что на земле внизу, и что в водах ниже земли. Не поклоняйся ему, не служи им, воя Господь, Бог твой, Бог ревнитель, за вину отцов, наказывающих детей до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящих милость до тысячи родов, любящих меня и соблюдающих заповеди мои». То есть в нашей традиции, друзья, это две заповеди. А вот лютеране, или именно Мартин Лютер, он читал вот этот библейский текст и понимал, что это одна заповедь. Хорошо? То есть если наши две объединены в одну, то где еще две? Хорошо? А посмотрите, пожалуйста, 21 стих. А вот теперь 21 стих в лютеранской традиции делится на две заповеди. Итак, заповедь номер 9. «Не желай жены ближнего твоего». И заповедь номер 10. «Не желай дома ближнего твоего, ни поля, ни раба его, ни рабы его, ни вала его, ни осла его, ни всего, что есть у ближнего твоего». Ну, друзья, просто, пожалуйста, для ознакомления можете прочитать дома, посмотреть, согласиться или не согласиться. Я думаю, это будет очень-очень полезно. Очень-очень полезно знать вот какой-то другой взгляд, сравнить это вот с тем, как мы понимаем священное описание, ну и для себя сделать какие-то выводы. Итак, как бы мы ни считали, друзья, заповедей останется 10. И как бы мы ни считали заповедь, друзья, они поделятся на две части. То есть первая часть, она регулирует вертикальное отношение израильтян с Богом, отношение человека с Богом. А вторая часть, друзья, это горизонтальное отношение между членами общины. И вот серединка, друзья, это заповедь субботы. Заповедь субботы – это середина, где заканчиваются вертикальные отношения, начинаются горизонтальные отношения. Кому обращены заповеди? Конечно, вот заповеди в итоге применимы каждому человеку в израильском обществе, друзья. Но вот если говорить строго, если смотреть буквально на библейский текст, эти заповеди обращены каждому мужчине. Послушайте внимательно, братья. Эти заповеди обращены каждому мужчине, особенно взрослому мужчине, который является главой семьи, у кого есть жена, дети и у кого есть какое-то имущество. Вот прочитайте заповеди, друзья, и вы поймете, что в первую очередь, строго говоря, 10 заповедей, они обращены к мужчине. А мужчине, у которого есть жена, есть дети и есть какое-то имущество. Ну, это божественный взгляд на структуру, на социальную структуру общества. То есть, что является ключом к здоровой общине в церкви, что является ключом к здоровому государству, чему бы ни было, друзья, а ключом к здоровой общине – это домашнее устройство. Это наши с вами семьи. И вот Бог так видит, что все-таки, если есть мужчина в семье, это он ответственный за все, что происходит в семье. То есть, это божественный взгляд на устройство семьи. Еще одна общая деталь, друзья. Вот, к примеру, мы с вами живем в стране, где очень сильно-сильно подчеркивается права человека. Друзья, попробуйте здесь что-то сделать не так, и вы можете апеллировать всегда ко своим правам. Ну и вот первые 10 поправок даже Конституции Соединенных Штатов так и называются, Bill of Rights, основные права и свободы человека и гражданина. Ну, конечно, из 10 поправок мы с вами знаем больше всего и лучше всего только 2. Это, наверное, касается многих-многих американцев. Свобода слова, свобода религии и право хранить и носить оружие. Хорошо? Вот почему я это говорю, друзья? Вот если говорить о, вот, к примеру, Bill of Rights, Соединенных Штатов Америки, оно охраняет мои права. Да, и вот я этим горжусь, да, и я этого требую от других. Если смотреть на дестословие, друзья, вот дестословие или 10 заповедей, они защищают не мои собственные права, они защищают права человека, который стоит со мной рядом. Мы так сейчас с вами прочитаем, вы заметите, друзья, это очень интересно. То есть, вот, 10 заповедей, они не защищают мои права, они защищают права человека, который находится рядом со мной. То есть, это большая разница между тем, что мы, к примеру, имеем в нашей с вами стране. Давайте прочитайте заповеди. Итак, первые две заповеди – это права Бога. То есть, какими правами обладает Бог? Верховное господство – это первая заповедь. Бог имеет право на исключительную верность. Вторая заповедь – Бог имеет право на надлежащее представительство. И затем права человека. Третья заповедь – все в семье имеют право на гуманное обращение со стороны главы. Это заповедь о субботе. Четвертая заповедь – родители имеют право на уважение. Пятая заповедь – ближний имеет право на жизнь. Шестая заповедь – ближний имеет право на чистоту и верность в браке. Седьмая заповедь – ближний имеет право на свое имущество. Восьмая заповедь – ближний имеет право на честное и правдивое средство в суде. Девятая заповедь – ближний имеет право на безопасность в браке. Десятая заповедь – ближний имеет право на свое домашнее имущество. Ну и теперь очень-очень коротко, вот по каждой заповеди Господних, мы с вами сделаем короткий вывод и будем молиться, хорошо? Итак, первая заповедь или первый принцип заветных отношений – это право Господа на исключительную верность, на исключительную пременность. «Да не будет у тебя других богов перед лицом Моим». То есть, израильский народ не должен иметь других богов, кроме Господа. Это повеление, оно запрещает поклонение любому другому божеству наряду с Господом. То есть, нельзя было поклоняться Богу и еще кому-то. Как если бы Господь был одним из членов или даже главой какого-то большого апантеона. «Да не будет у тебя других богов при лицом Моим». Эта заповедь имеет комментарий, который делится на три словесных утверждения. «Не делай», а затем «Не преклоняйся перед тем, что ты сделал» и «Не служи тому, что ты сделал». И вот этот вот запрет носит исчерпывающий характер. То есть, запрещается изготовление любого образа Божества. То есть, любого образа Божества. Вот есть запрет изготовления любого образа Божества. И, конечно, в этой заповеди есть вот такая вот, знаете, мотивирующая оговорка. То есть, почему «Да не будет у тебя других богов при лицом Моим». Смотрите, пожалуйста, 9 стих. «Потому что Он Бог-ревнитель». Это мотив, друзья, для того, чтобы хранить эту заповедь. Потому что Он Бог-ревнитель. Но вот в то время, как другие боги, может быть, допускали одновременное поклонение своих почитателей другим божествам, вот Бог-ревнитель не потерпит соперников. А дальше, посмотрите, два ключевых выражения вот этой заповеди. «Есть те, кто ненавидят меня или кто отвергает меня. Есть те, кто любят меня и те, кто предан мне». Это ключевые выражения этой заповеди. «Те, кто ненавидят меня и те, кто предан мне». И вот, смотрите, «любящий меня». Вот как божественная любовь, так и человеческая любовь, друзья, это не просто эмоции. То есть, что значит любить Бога? Любить Бога, друзья, это быть преданным Богу. То есть, потому что любовь к Богу, она проявляется в действии, в данном случае, в исполнении повелений Бога. А дальше у Господа идет такое предостережение, друзья, я думаю, его немножко страшно читать. Бог, наказывающий за вину. Знаете, вот я читал о том, как вот буквально звучит эта фраза на языке оригинала, друзья, она звучит немножко страшно. «Бог посетит твой беззаконие». Если ты не исполняешь ту заповедь, вот библейский текст говорит, «я посещу твое беззаконие». И как Бог посетит твое беззаконие, посмотрите, это семья, наказывающая детей до третьего и четвертого рода. То есть, почему третьего и четвертого рода? Вот одно из пониманий, но из толкований, в чем заключается, а в том, что вот в то время семья, семья человека, она именно представлялась, как состоящая из четырех поколений. То есть, отец, сын, внук и правнук, где главой был все-таки отец. Если это так, друзья, вы знаете, это предупреждение основано на понятии корпоративной солидарности, согласно которому действия одного члена семьи, особенно отца, затрагивают всех его членов. Это очень трепетно понимают, друзья. Действия одного члена семьи, особенно отца, распространяются на четыре поколения. То есть, это особенно трепетно понимают. То есть, то, что я делаю, как отец в своей семье, оно затрагивает всех членов моей семьи до четвертого поколения. Я еще раз повторяю, друзья, это очень-очень трепетно, очень-очень страшно читать эти слова. То есть, если противоположностью ненавидеть является любить, то противоположностью посетить беззаконие является проявление милости по отношению к ним. То есть, Бог творит милость. Я напомню, этот прекрасный псалом, друзья, вот здесь в 10-м стихе написано «творящий милость до тысячи родов». Помните, вот, псалом 29-6 стих «как долго гнев Божий, мгновение, на мгновение гнев его, и на всю жизнь, до тысячи, и на всю жизнь благоволение его». То есть, вот в этой заповеди это что-то подчеркивается. Друзья, вот первая заповедь, она представляет собой верховное повеление, то есть, самое главное из всего, что мы с вами читаем в Западе Господних, это первая заповедь. Почему? Я сейчас попробую доказать это, показать это. Ну, я уже говорил о том, что привилегии, которые имеем мы с вами, вот, читать Библию на двух языках, и даже вот большого знания английского языка не нужно, друзья, да, вот, хотя бы просто сравнить библейские тексты. Я именно к этому вас сейчас призываю, вот, если бы, брат Илья, высветил нам книгу «Второзаконие», 6 главу, 1 стих, и мы с вами можем прочитать на двух языках, увидеть небольшую разницу, хорошо? Посмотрите, вот заповеди, да, множественное число на русском языке, по-английски прочитайте, пожалуйста, вот заповеди. То есть, ну, вот, всякий раз, когда встречается такое недопонимание, разница в прочтении, друзья, да, вот, скорее всего, язык оригинала немножко сложен для перевода. И, может быть, вот, в английском переводе, это New American Standard Bible, может быть, где-то чуть-чуть больше было добавлено каких-то исследований, друзья. Может, еще какие-то были, вот, ну, добавочные источники, где все-таки, вот, редакторы, они понимали, что здесь нужно поставить единственное число. Если это единственное число, то о какой из десяти заповедей говорит Моисей? Он говорит о первой заповеди. Да не будет у тебя других богов пред лицом Моим. Но если еще хотите, друзья, седьмая глава, одиннадцатый стих, очень похожий текст. Соблюдай заповедь опять в русском языке. Опять здесь, посмотрите, на английском языке написано «одну заповедь». То есть, у евреев была одна верховная заповедь. Ну, она как-то повторилась в «Шма», «Шма Израэль». «Слушай, Израэль, Господь Бог наш, Господь един есть, люби Господа Бога твоего, всем сердцем твоим, всей душой твоей и всеми силами твоими». И так в резком понимании, друзья. И Моисей передает, это была одна главная верховная заповедь. То есть, все остальное, оно вытекало из этой заповеди. Да не будет у тебя других богов перед лицом Моим. Вторая заповедь, друзья, это право Бога на надлежащее представительство. Второзаконие, 5 глава, 11 стих. «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно». Ну, опять вот, есть еврейская традиция, которая понимает эту заповедь как запрет на легкомысленное использование имени Бога в клятве. То есть, не клянись именем Бога, если ты не будешь исполнять клятву. В нашей с вами традиции мы понимаем это как запрет на словесное сквернословие. Однако, опять вот, подчеркну, друзья, вот, может быть, буквальный перевод звучит «Не носи имени Господа Бога твоего напрасно». Я думаю, некоторые английские переводы, они так и говорят «do not bear the name of your God» напрасно. Хорошо? Что значит, почему носить имени Бога? Но опять в то время была такая интересная практика, определенная практика. Рабам ставили клеймо имени их владельца. То есть, на рабах было написано имя владельца. То есть, рабы носили на себе имя владельца. Этим самым подчеркивая, говоря, вот кто мой владелец. И получается, то есть, речь идет о статусе и функции израильского народа, как Божьего народа. То есть, вы не можете говорить о себе, что вы принадлежите Богу. Вы не можете говорить, что Бог – это наш Господь. И жить так, как будто вы принадлежите Ваалу. Вот одно из значений этой заповеди – «не произноси имени Господа твоего Бога напрасно». То есть, не представляй Бога впустую. Это наша с вами ответственность – носить имя Бога на себе. Исайя пишет, один скажет «я Господень», другой назовется именем Якова, а иной пишет рукой своей «я Господень», «я Господень», друзья. То есть, мы с вами носим имя нашего Господа. И нельзя носить его напрасно. То есть, опять Бог не оставит без наказания. Третья заповедь, друзья, это «право всех членов семьи на гуманное обращение». Это заповедь о субботе. Наблюдай день субботний, чтобы свято хранить его. 14 стих «не делай он и никакого дела». Друзья, вот эта заповедь о том, чтобы в семье вся обычная жизнь останавливалась. И, может быть, опять, если вот так брать во внимание культуру Ближнего Востока или культуру того времени, можно предположить, что для мужчин это было заманчиво – соблюдать субботу. Вот я бы отдыхал, а моя жена, мои дети, если у меня были бы рабы, чтобы они продолжали работать, чтобы жизнь их продолжалась. То есть, посмотрите, как детально она разбита. То есть, не только ты, глава семьи, отдыхай в этот день, прекращай все, что ты делаешь, но все, кто у тебя в доме. То есть, друзья, это опять, если посмотреть на заповеди, как на то, что они обращены к главе семьи, то эта заповедь требует гуманного обращения ко всем, кто есть у меня в семье, со стороны именно семьи. Хорошо. Четвертая заповедь. «Право родителей на уважение. Почитай отца твою и мать твою». А в книге Львиде встречается еще одно слово, друзья, там написано «бойтесь каждой матери своей и отца свою». Опять прочитайте эту заповедь, как если вы мужчина и у вас есть семья. И вы поймете, что значение заповеди не ограничивается только тем, когда вы маленький, живете в семье. Оно обращено к мужчине в любом возрасте. И больше того, друзья, эта заповедь не ограничивает только живых родителей. То есть, мы почитаем, уважаем и мертвых родителей, родителей умерших. Не в том смысле, что, знаете, какая-то связь или поклонение предкам, друзья, а все-таки благовение, благословение, которое Бог дает в ответ на должное уважение к родителям. «Право на жизнь» – это пятая заповедь. «Не убивай». «Штая заповедь» – «Право на верность в браке. Не прелюбодействуй». «Седьмая заповедь» – это «Право владеть имуществом, не кради». «Восьмая заповедь» – это «Право на честное и справедливое представительство в суде». «Послушание в суде» – «Не произноси ложного свидетельства на ближнего от твоего». «Девятая заповедь» – «Не желай жены ближнего от твоего». «Десятая заповедь» – «Право на владение домашним имуществом». Друзья, это короткое перечисление этих заповедей, а теперь короткое заключение к тому, чтобы как это все связать с нами и помолиться Богу. Я приведу в такой один, может быть, практический момент, друзья, особенно то, что касается жизни в этой стране. А помните, я не знаю, может быть, 10-15 лет назад было такое аж сильное возмущение в стране, когда в судах и в школах начали убирать заповеди. Десять заповедей, вывешены десять заповедей. Ну вот как христиане, друзья, вот что мы должны делать с деснословием? Должны ли мы с вами поддерживать вывешивание десяти заповедей, к примеру, в государственных учреждениях? Пусть это будет суд или школа. Друзья, вот в первую очередь очень важно понимать, это очень интересно, что десять заповедей, они в первую очередь обращены к искупленным. То есть заповеди обращены к тем, кто уже получил искупление. Десять заповедей были открыты не египтянам, они были открыты не хананеем, друзья, они были открыты Божьему народу, а народу, который был избран представлять его и возвещать его благодать и славу среди народов. Помните вот это вступление «Я Господь, Бог Твой, Который вывел Тебя из земли египетской». Вы знаете, вот проблема американского общества или любого другого общества не в том, что они не послушны исти заповедям, друзья, а проблема американского общества в том, что они не вышли из Египта. Вы знаете, вот мы как-то, как христиане, иногда неправильно начинаем понимать и думать, как часто мы с вами думаем о том, что вот если бы в этой стране были какие-то христианские законы, жизнь была бы лучше. Я не говорю, что политика не имеет значения, я не говорю, что там выборы не имеют значения, я не говорю о том, что не имеет значения, кто стоит у власти, друзья, все это имеет свое значение. Однако для церкви это не наше оружие, друзья. Это не то оружие, которым мы должны воевать. Это не то оружие, которым мы должны покорять людей в вере. То есть у нас с вами совсем другое оружие. И вот 10 заповедей, друзья, вы знаете, вот если 10 заповедей говорить неискупленному человеку, вы знаете, как это называется? Это называется читать мораль. Потому что заповеди в первую очередь не обращены к искупленным людям. Они обращены к нам, друзья. И они обращены и написаны вот так, чтобы это был наш ответ вот тому, кто нас с вами искупил. И знаете, вот в первую очередь, ведь все-таки Господь вывел свой народ из Египта. И знаете, как написано в книге «Исход Господь», Он говорит, я привел вас к себе. И только потом Он дает им заповеди. То есть в первую очередь, друзья, наше обращение к Богу – это приглашение к отношениям с Богом. И потом мы с вами получаем заповеди. Таким образом, послушание воли Божьей, оно вторично. Оно вторично, а первичным является наш опыт спасения. То есть мы спасенные, друзья, и потом мы послушные к Богу. Пусть Бог благословит нас с вами в нашем хождении перед Ним. Я приглашаю вас к молитве. Давайте помолимся. Аминь.